Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Джордж Ромный. Английская школа графиня Дерби. Английской леди представлена сидящей одиноко в густом лесу. У ручья точно трагическая муза или Диана, отдыхающая во время охоты. Портреты этого рода очень распространены. Они изобретены в литературном 18 веке, и много их вышло из-под кисти Рейнольдса. Ромный уступает ему во вкусе его муза или Диана, не что иное, как характерное изображение англичанки, желающей быть интересной. От сентиментального взгляда и высокого нагровождения прически и роскошных волос до неграционно закинутых одна на другую ногу. Все вот и особо отличает дочь Альбиона. Удачно сгруппированы темные стволы деревьев позади ее светлой фигуры. Внедурен также перспективный вид вдаль в правой части картины. Сам портрет написан совсем в манере Рейнольдса. От него заимствована резкость контуров, некоторая сухость моделировки, позы и кулисообразно расположенные стволы деревьев. Но трагический пафос доведен уронное до сентиментальной окоченелости, тогда как Рейнольдс, вследствие живого своего темперамента, никогда не отказывался от некоторой подвижности пост. В то время, когда написан рассматриваемый портрет, было временем возрождения высокой трагедии. Шекспир снова ожил для англичан и Ромней, в особенности часто, пытался воспроизводить его титанические образы. Но справиться с ним он был не в силах, и его слабая фантазия порождала продукты ребяческого полета в высшие духовные сферы, а не здравого представления о действительности. Так, например, он написал картину Шекспира «Дитя, окруженное страстями», которая в свое время возбуждала восторг, а теперь кажется детски наивным. На место мифологических нимф и Сивил эпохи Рококо явились на сцену и заполненные искусства героини романтической литературы. После непродолжительного порыва к чистому искусству, образных представлений Шкова Гензбора и Рейнольдса утратили силы соперничества с реалистической живописью. Вначале никто не хотел слушать призывы пейзажиста Констебля «Назад, назад к природе». Ну, а потом этот призыв возымел действие. Духовная жизнь вместе с подъемом литературы в Германии вступила на новый путь. Человечество надуло сперва подняться ввысь и уже затем снова спуститься к источнику природы, чтобы почерпнуть из него силу для нового подъема к высшим идеалам. Ну, вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотогравюрах Бодей Кнаппа». Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok